всем привет с вами снова я насти говорю не очень громко у меня спит и горка прямо рядом со мной сегодня расскажу вам о том как у нас прорезывали зубы это видео ждут очень давно так как и горке исполнился годик соответственно я могу уже поделиться неким опытом о том как в течение этого года если у нас верхние и нижние зубы сразу оговорюсь верхние зубы у нас лезли не совсем легко я искал очень много информации об этом когда гора стали прорезываться зубы к сожалению не никто ничего внятно не мог объяснить поэтому если у кого-то быть такая же проблема я надеюсь мои видео вам поможет итак начнем с того что первыми нас прорезались нижние резцы 1 раз был я даже смотрю левый нижний резец в шесть с половиной месяцев и правых 7 с половиной месяцев вылезли они достаточно быстро и легко безболезненно а вот за ними пошли у нас верхние резцы первый получился вылез 8 месяцев 2 8 и там пару дней на самом деле это длилось наверное недели две как они у него лезли началось после того что он стал нижними зубами делать такие движения знать когда дети чешут зубы он делал зубами прям по десне это было ужасно расчесывал себе до крови просто момент в один день я не стала снимать это я просто вставлю фотографии что было после этого с его десной он просто найти тут как прям по мясу ножом резать он делает плачет продолжает у него просто кровь струится от того что вот он до такой силы все это натирает себе после как он успокоился прорезыватели не особо ему помогали пришлось холодком холодным прорезывателем массажировать мазали холесалом и панцералом особо сильно не помогало ему со временем отпустила он перестал так делать но у него появились такие знаете ямочки вот сейчас здесь будет фотография я оставлю такие выемки небольшие желтые вот как будто знаю под загноившиеся вот мясо на самом деле я была просто в панике я поняла что у него будет гнаться десна на форумах никто мне не мог помочь ни у кого так зубы не лезли а все из-за того что у малышей верхние зубы они резцы лезут как бы спереди получалось а у него они росли как бы прямо здесь на серединке грубо говоря из-за этого они лезли очень тяжело очень болезненно поэтому он своими зубами нижними снял верхний слой скажем так для того чтобы потом в дальнейшем зубки могли сами проклюнуться поэтому этот ад длился наверное недели две я очень ждала когда пролезут вылет ну просто не прорежут эти зубы по фотографиям вы поймете что это не так все легко потом уже оставшиеся зубы у нас лезли боковые верхние так сравним один в 9 месяцев другой в 10 месяцев у нас каждый раз примерно за день до начала нового месяца обязательно проклевывается новый зуб и сейчас на данный момент у него в последний одиннадцатый месяц старились сразу два боковых нижних и разница была там ну знаете у меня в 3 в 4 один нас как раз вылез числа 14 июля а потом спустя вот несколько дней стал проклевываться до конца второй зуб на могу сказать что точно 20 числа он уже виднелся поэтому на данный момент вот у него как раз вылезли эти два боковых нижних и сразу у нас начались сопли кашель я конечно грешила на то что мы давали мороженое и возможно он простыл также у нас нет муж ходил болел кашлял а после этого запершила горло меня соответственно это похоже больше на какой-то вирус на такое заболевание и я боялась что его заразиться потому что осталось всего две недели до отпуска и тут такой вот на себе подарочек егор кашляла у него текли сопли мы сходили поликлинику врачу стать заранее анализы анализы наши как потерялись пока не нашлись ну в принципе сказали что если было что-то там серьезное нам бы позвонили бы и сообщили мы пришли вот как раз скажу где-то позавчера на в пятницу на пятницу ходили к врачу 21 22 было перед тем как пойти к врачу мы гуляли и городок сильно зевнул что было видно вот писярочек его я заметила что у него с левой стороны как он называется зуб забыла короче а жевательные сзади получается это как раз следующий по порядку зубы это жевательная по-моему нижний и потом когда уже пришли к врачу она посмотрела горта вас справа лезет у него сразу лезет два снизу и потихоньку начинает пухать верхние реватели короче это прям полный набор и я думаю что когда пойдем отдыхать мы просто попрут зубы поэтому беру с собой холесау по поводу прорезывания зубов какие прорезыватели нам помогают самом деле никакие вообще вот сам все грызет из произносы японские есть вот он иногда его до сих пор пожевывает есть в форме арбузика они в принципе продаются во всех аптеках там в детских магазинах их море они больше из него как игрушка повертел прокусил кинул ему нравятся всякие флакончики стаканчики грызть соску погрызть до сих пор мы уже ем соску сосем ее потому что когда он высыпать я укачиваю соской у него до сих пор сосательный рефлекс груди и бутылку он пьет йогурт пьет 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 то хоп наживательные зубы начинается их массажировать сам по поводу чистки зубов я к сожалению убрала уже мы пользуемся пастой сплат она от нуля ну как от нуля я считаю что у вас вылезли первый самый зуб первые два нижних это не так проблематично есть специальные такие на пальчик одевается бумажными чистилки называются зубки чистки падают зуба такие есть также в аптеках от разных марок у морская она выкладывала ей на обзор тоже присылали там от какой-то стоматологической компании там тоже есть такие на пальчиковая они пропитанные растворчиком в принципе слегка сладенькие вы проводите по язычку снимать полеты по тест на зубке протираете я хочу взять такой самолет это очень удобно не надо мыть его щетку на данный момент мы чистим зубы силиконовой щеточкой специальные на палец я мажу чуть-чуть меньше чем горошинка пастой и прохожу сначала по верхним зубам потом уже по нижним чуть чуть массажер на минутки 3 дальше я даю ему и он сам сидит и ему соли таким образом как бы сам себе чистить зубы потихонечку готовлю к тому что когда не придет время когда ему нужно вычистить самому щеткой также он внимательно смотрит этим как мы чистим зубы ему очень нравится то что щеткой так быстро руды уже потом пена есть ну для него это просто что-то с чем-то что-то новое незабываемое неповторимое а по поводу вот как раз мази мы вначале пробовали мазь подсорала она стоит в районе 1000 рублей сейчас тогда она стоила где-то 800 можно было найти кашечку дешевле врача 650 рублей до 800 рублей сейчас не знаю мы перестали покупать потому что она не сказал что такая супруга сильная хотя какой-то период ее рекламировали также мы пробовали донтинор бэйби кабельки но у него потом пошла сын и я все-таки склонна к тому что это именно за них хотя считается что они типа гомеопатические только от них ну я скажу как гомеопатия для меня это водичка заряженная положительными частицами то бишь обычная та же самая святая вода для меня вода которая постояла на солнышке ну просто вода поэтому я считаю что это так на веру знаете закапал вверх надеюсь что поэтому если что-то серьезное нужно то нужно подходить таким действующим лекарством мы пробовали мазь кармолис она все-таки ей много нельзя мазать это понятно все местные тоже много мазать нельзя но если переборщить может пойти сыпать также у нее сильное действие перед тем как давать ребенку какую-то мать я пробую на себе наношу на язык на кончик и смотрю как у меня не имеет честно скажу это вот прям как заморозку раз и но на 10 минут 3 потом отпускает но все равно начали очень сильный эффект у панцаралов послабее и потом вот мы перешли на холеса мазь по цене кармолис то где-то 450 500 рублей и холеса можно найти за 360 от 350 до 400 и выше зависимости от аптек еще моего мужа в аптеке когда я вам сказала нади панцаралу ему порекомендовали другое лекарство тоже типа гель перед тем как дать егору я опять же попробовал себе я чуть не обливалась честно это солено травяно какой-то вот раствор по вкусу но вообще противный противный и я и кура даже давать не стану игру поля круто сам попробуй игру слава такую гадость себе не врут мазать поэтому мы наносим когда он не дается мазать зубы потому что там чертся больным просто не на это в рот лазит я наношу на соску и соской быстро промазывают те вот места поток просто мой да и он дальше сосет соответственно не вовсе что рядом много не срабатывает так что мы пока что ждем сразу четыре зуба ну по крайней мере два зуба однозначно и потом следующий на подходе нас верхней это зуба потом должны пойти кулаки и следующий еще там поближе еще жевательные они словом их очень много сразу неожиданно соплей у нас когда я лезла самый верхний первый зубы центральной резцы и боковые у нас не было соплей ну так чуть-чуть козявочки а сейчас вот когда у него полезло сразу много зубов у него сразу вот так собственно даже сейчас спит рядом и посапывает но у него уже как бы все это прошло остались только козявки такие знаете вот у всех детей в течение дня появляются козявочки нормально и вот кашель пока я болею он еще знаете что стало делать я болею я кашляю у меня прям с мокроты кашель ну это то что у меня бронхит хронический это нормально и он берет мне перед разница такой кашель старается он потом я считаю что он принципе более-менее поправился и больше нас проблем нет так что ребят пишите как у вас лезли зубы были вас проблему допустим как у нас с верхним зубами потому что я выкладывал фотографии форум и никто вообще чего-то у нас такого не было у нас просто пролезли там спереди как-то ремонт поэтому пишите ваше мнение пишите ваши отзывы делитесь с вашими историями на этом пожалуй все всех люблю всех целую к пока увидимся позже а